Всем привет! Подписывайтесь на мой канал, Миха Бузин. На мой канал, пускай подписываются. Да, Меллидрафт. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, будет действительно очень интересно. Алло, доброе утро. Миха, ну что, у нас все сели сегодня? Ага. Я понял. Так, смотри, я подъезжаю на Московскую, там и 40 лет победы, ну примерно так к полдвенадцатому или к двенадцати. Так, давай только к полдвенадцатому, чтобы выиграть. Все, я понял. К полдвенадцатому, там на 40 лет победы куда-нибудь, да? Ну да, я тебя прихвачу и на вот... И мы стартуем. А куда мы едем сегодня? А там на студию. Я понял. Ништяк. Первый этап, скажем. Все, первый этап у нас студия будет. Все, я понял. Тогда я как выйду, я позвоню. Все, давай. Все, давай, на связи. Алло, Миха, я выдвинулся и уже думаю скоро буду у тебя. Я на трамвае. Идет дальше по Московской. Хорошо, давай. Ну что, я уже выдвигаюсь к Михе, сейчас еду на студию. И дело в том, что я не люблю ездить на маршрутках, как я уже говорил об этом ранее в других выпусках. И как мне повезло, просто чудесно, просто это замечательно, что есть 21-й трамвай, который идет прям от моей остановки до студии. Супер, сейчас жду трамвай и еду к Михе. Я уже приехал на место, нахожусь в районе Зиповском. Здесь я не бывал уже примерно два года. Вообще здесь, в принципе, ничего не изменилось, как он был краем света, так и остался. И теперь я жду Мишу, он сейчас ко мне подойдет, заберет меня и мы отправляемся на студию записывать рэпчину. Ну, я-то рэпчину читать не буду, а пацаны кладут. Йоу. Крутым рэперам в Slow Motion, привет. Привет. Как дела? Отлично, как у тебя дела? Настроение на самом деле отлично, все хорошо. Вот, мы тоже еще ждем одного товарища и будем приступать к записи треки, на который мы потом снимем клип. Короче, проект с нуля, интересная вообще работа. Вообще кайф. Да, мне очень приятно, что ты с нами на этой теме. Йоу. Мне на самом деле всем интересно, вот я думаю, не только мне интересно посмотреть, как делается рэп, как делается крутой продакшн, как делается классный продукт. И поэтому я вот приехал, что у нас тут с камерой, чтобы снять об этом видос, ну, как это вообще все выглядит и как это смотрится. Ну да, если отбросить все нюансы такие, как описание текста, там, придумание, идей каких-то, то, в принципе, это будет готовый проект с нуля. Да, начиная, как это все начинается, как зарождается, вот, и чем это, собственно говоря, завершается. Я понял. А девочки там у нас будут? Алкоголь, выпивка, девчонки, бикини. Не в этот раз, не в этот раз, на будущее я обещаю, надо подумать. Я понял, но и сегодня. Мега, мега. Проходите, прошу. Пожалуйста, мы заходим. Аккуратнее, поднуки. Аккуратно. Оп. Темно прям. Я вообще уже думаю, что сейчас здесь будут негры всякие, знаешь, с цепями. Ну, неправильно говорить негры, в нашем случае нигеры. Нигеры. Крутые нигеры с цепями на шее. Да, на носе, да? Ой, тут как темно. Прошу вас. А, блин, я думал, такой маленький. Давай, поехали. Привет всем. Салют. Дима. Это Игорь. Очень приятный Игорек. Блин. Да. Обстаньте. А может, придет процесс. Нифига себе, там уже жара пошла. В общем, игоря, уже начало положено, пока мы сюда шли, прогуливались. Ну, самое интересное, чем делить. В общем, дело такое, я уже немножко посидел, посмотрел, наверное, писать рэп, это вообще сложная тема, вообще заниматься музыкой. Да, особенно если рэпа там нет. Особенно если рэпа нет. Ну, ты хоть немного, Игорек, расскажи, тут, что почем. Давай, я докушаю. Да ты ешь, это же в живой процесс, это же вообще. Он с Никерсом, он же можно с Никерсом поделиться, я не знаю, если на то пошло. Сирен, а попробуй там как-то более... Сирен, давай, я докушаю, что-нибудь потом скажу, а это как-то некрасиво, что-то. Так, вещай. Вот, кстати, Максим пришел. О, привет, Максим. Привет. Третий финальный участник данного проекта. Нищак, ну, что там. Вещай. Ну, вот, есть такая, ну, у людей поговорка, например, когда чем больше у мужчины автомобиль, тем меньше у него достоинства. Вот, у исполнителей тоже такая есть тема. Но только не насчет автомобиля, а насчет того средства, с чего они, где записывают тексты и с чего читают. Чем больше средства записывающего, да, тексты, тем у него больше достоинства. Ребята, покажите, на чем вы пишите тексты. Ну, у меня просто водка. Все понятно. Ну, там все понятно. А у меня все вот здесь. Вот и не понятно. Все в голове вообще. То есть, самый большой у него получается. Длиннющий. Миха, ну ты, походу, такой. С коротышом остался. Зато у меня не искусственно. Миха. Вот, сейчас неплохо вроде было. Не, нужно попробовать просто рэп бросить и... Загида, хорошая идея. Все. И начать работать. Зарабатывать деньги. В общем, я тут такую штуку вил на стене, не знаю, правда это или нет. Вот, смотри. Здесь что, Каспийский груз был? Это к Игорю, вообще да. Игорек. Крип-а-крип. А тут правда Каспийский груз был? Ну да. Офигеть, они здесь записывались? Не знаю, бухались здесь, но... Ебать. Зачем ты меня трогаешь? Я тебя знаю. Вот, смотрите, в натуре они тут тыганули. Вот, Каспийский груз. Ну что, попробуем. Что, завидуйте мне все, я в месте, где писали рэп Каспийский груз. И Триада. Еще и Триада, я теперь вообще... Рэпер. Такой вот вам настоящий рэперский микрофончик. Здравствуйте. Наушнички тут все как надо, подставочка для текста. Ребята там вот лупят мы зло. Ребят, реально очень круто, я сейчас нахожусь в самой настоящей, что у нас есть рэперской студии, в которой также записывалась Триада. И, блин, охренеть, Каспийский груз. Вот вы только представляете, вот этот микрофон. Йоу, я Каспийский груз. Всем привет. На самом деле, очень интересно, очень необычно. И я впервые вижу, как действительно записывается рэп и вообще любая музыка. И это не такой уж легкий процесс. То есть я думал, что пришел, встал к микрофону, там ла-ла-ла-ла, попел, ну и все, я сделал все свои дела. Но на самом деле, ребята, посмотрите, они трудятся, они что-то там думают, пересматривают по несколько раз, что поставить, что не поставить. Действительно, очень сложный процесс и все оказывается не так просто. Вот пока идем с магазина, у меня возник интересный вопрос, хочу его вам задать. И чтобы вы как раз ответили и подписчикам канала, кому интересен такой вопрос, да, в принципе, всем. Вот сейчас на студии записываем крутую песню, вот вы записываете классную песню. Вот я реально слушаю, ну и слышу, что очень крутое звучание, очень крутой трек, который, ну такой, знаешь, прям скажем, на всю страну вот зашел бы. Ну вот много же таких музыкантов вообще по стране, вот почему такая, знаешь, фигня, такая дискриминация, что вот у одних прям выстреливают, знаешь, и все их слышат, ну все их знают. Ну потому что кто-то грамотно подходит к этому делу, кому-то везет, но это в любом случае конкуренция, бизнес. От везения тоже очень много зависит. То есть повезло выстрелить, да? Кому повезет, повезет. На самом деле все зависит от продюсирования. Если у тебя есть какой-то спонсор, продюсер, который будет толкать твое творчество, то с этим намного проще. А вот такая вот ситуация... Ну можно самому. Если повезет, повезет. Не, смотри, а вот такая еще тема, ну допустим, вот, к примеру, вот, есть какой-нибудь хрен там, такой задрипанный там лошпед, ну такой, может быть, нормально читает более-менее, ну не круто там, не прям, знаешь, что вау. Он попадает в классную компанию, там, знаешь, его круто продюсирует, он все равно будет крутым, да, даже если он не очень крутой. Да, ну да. Сделают, придумывают образ, напишут песни, покажут, как нужно петь. Ну а вообще вот тяжело. Полустрады так, ну вот так выступают. Просто вот мне даже ваше мнение интересно, вот как думаете, вообще тяжело сейчас пробиться или нет, или... Че, мнение, это понимание, тяжело. Сейчас большая конкуренция, понимаешь, очень много таких артистов, как мы, бродячих, так сказать, вот, и каждый пытается найти место под солнцем, ну и вот видишь, на небольшое место сколько претендентов. Я понял. Йоу-йо, Йоу, че, получается жизнь? Да так, пойдет, нормально. А ты давно уже в этой теме? Ну, лет шесть, лет шесть, всем на зло, смотри, как я устал. Ну, ну, пацаны, вообще расскажите, вот, че, правду, как оно есть, все же под фанейру хуярят. Слушай, ну это не совсем такое. Да, это, это правда, все равно меня, да, но, к сожалению, я понял. То есть, ну, оно как происходит, вот это, ну, берут звук, там, накладывают, там, обрезают, и все, даже я певцом могу стать крутым? А, для желания, да, тем более еще и модным. Модным. А, как Егор Крит. Вот, вот. Давай еще раз, короче, целиком. ЛСП там. Да. Привет, поздоров, с вами Ледров Крит. Мраво, Ледров Крит. Ледров Крит. Деми Ледров Крит. Деми Ледров Крит. Мы едем на остров Крит, с вами Ледров Крит. Да, и причем уже первая строчка для нового трека «Деми Ледров» готова. Ништяк. Ну, а что, Макс, так и ты что скажешь, ты тоже, да, читаешь? Конечно, и читаю, и пою, все, по-моему. Ну, тоже под фанеру. Даже ем под фанеру, не поверю. Я понял, все. Я записываю под фанеру. Я понял. Поехали. Ну, то сделает вид, что на песне, на самом деле, это программа, которая уже давно все записала, мы давно здесь все записали, это вообще постановка. Кручится! Короче, ребятушки, дело такое, записывать рэп это вам не в тапки срать, на самом деле, я хочу сказать. Я уже с пацанами тусую здесь 7, 7, сука, 7 часов. Вот, не, понимаете, одно дело, да, вот, ну, сидеть здесь, как я сижу, снимать здесь, чем они занимаются, а другое 7 часов хуярить и записывать вот музыку. Так вот, ладно, пацаны тут читают, заукаривают вообще в ужас, у него уши уже пухнут, и я не представляю, как это сложно. И поэтому, вот у многих, наверное, есть мнение, что, да вот, развелось рэперов, там, блин, себе поют, читают, бабки зарабатывают. Нет, ну, это такой труд, на самом деле, прям, ну, колоссальный, потому что производить качественное музло, вот, как я понял, лично сегодня для себя, это действительно энергозатратный, ресурсозатратный, и еще много чего затратный процесс, и это не так уж легко. Но, ребята офигенно делают музлища, и вот, я думаю, исходя из этого видоса, который вы посмотрели, вы поняли, что это действительно интересно, круто и классно. Ну, плюс, конечно, еще можно хайпануть немного славы, если вы старите трек. Поэтому, пацаны, не забывайте за меня, если что, там, в тусовке, когда поедете в Москву, меня прихватите. Ну, что же я могу сказать, исходя из всего вышесказанного? Вот я, как понимаю, для себя, чтобы произвести крутой, качественный продукт, нужно работать каждый божий день, работать над собой, работать над тем, что ты делаешь, и при этом не жалеть самого себя, а не ныть. Вот знаете, как многие любят ныть? Вот, у меня ничего не получается, вот у других получается, им просто в этой жизни везет. На самом деле, все делается по-другому, нужно просто работать, трудиться и развиваться, и тогда все получится. И потом, вы, как вот этот крутой тип Игорек, будете записывать классные, классные рэперские темки, или не важно что. Ты с кем уже, с триадой, с негативом, да, работал? Ну, это не важно на самом-то деле, с кем я работал, потому что самый главный результат, а не с кем ты работаешь. Но все равно это круто, а он знает негатива, вот тебе, братуха, классный тип. Ну что ж, теперь вы хоть примеры знаете, как происходит весь процесс звукозаписи любой музыки изнутри, и я думаю, вам было это очень интересно и полезно. Ну, а мы будем собираться, наверное, и потихоньку стартовать, пара домой, вам монтировать блок ежедневный, так что... Что? А, и кружку со мной? Ну да, в хозяйстве пригодится. Спасибо, Боже, да, и все в хозяйство, все в хозяйстве. Да, домой собрались, можно идти. Он звукает, пускай трудится. Да-да-да. Какие дела, ребята? Приехал я домой, подустал, сегодня был трудный такой, насыщенный день, и мы занимались только весь день тем, что писали рэп, реально. Ребята 8 часов пилили рыбчину, делали музыку, и вы знаете, даже наблюдая за всем этим, я очень сильно подустал. Надеюсь, вам был интересен этот выпуск, и если это было так, то поставьте пальцы вверх и подпишитесь на мой канал, и ждите, конечно же, нового выпуска, который выйдет завтра. Всем большое спасибо за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА